Всем привет! Сегодня вместе приготовим быстрые, мягкие хлебные булочки без дрожжей. Все готовится очень быстро, поэтому я сразу включаю разогреваться духовку на 180 градусов и подготавливаю противень. Все продукты нужно заранее достать из холодильника, чтобы они согрелись до комнатной температуры. В миске смешиваем 1 стакан кефира. Вместо него можно использовать йогурт либо сметану, одно яйцо, соль по вкусу. Я беру чуть больше половинки чайной ложки. По желанию 1 чайную ложку сахара и масло. Я беру пополам сливочное и растительное. Также можно использовать и какой-нибудь один вид масла на ваш выбор. И хорошо все перемешиваем венчиком. Добавляем 1 чайную ложку разрыхлителя. И так как в тесте есть кефир, нужно добавить совсем немножко пищевой соды. Если не хотите использовать соду, тогда добавьте больше разрыхлителя. Еще раз все перемешаем. Постепенно добавляем муку и замешиваем тесто. Также в тесто можно добавить какие-нибудь семечки, либо, например, обжаренный лук. Будет тоже классно. С мукой вы тоже можете поэкспериментировать. Например, часть муки заменить на овсянку, либо использовать цельнозерновую муку. Главное, чтобы консистенция теста была, как и у меня. Также можно вымешивать и миксером. Тесто должно получиться очень мягким и эластичным. Много муки не добавляйте, иначе булочки будут твердыми. У меня уходит ровно 350 грамм муки. Вот тесто должно получиться такой консистенции. Оно очень мягкое, такое приятное. И так как есть масло, то оно совсем не липнет. Но оно такое очень-очень мягкое. Я сделаю 12 маленьких булочек по 56 грамм. Каждый кусочек обминаем и скатываем в шарик. Тесто очень приятное и совсем не липнет. По желанию, сверху можно смазать яйцом либо молоком и присыпать семечками. Также можно сделать небольшой надрез. Главное, берите острый нож. Лучше, конечно, это делать лезвием, если есть наличие. У меня семечки подсолнуха, белый и черный кунжут. Выпекаем булочки в духовке, разогретой до 180 градусов, ориентировочно 25 минут. Если булочки будут больше, то, конечно, печься они будут тоже дольше. Готовность обязательно проверяйте деревянной палочкой. Она должна быть полностью сухой, без остатков мокрого теста. Сверху и снизу булочки должны немножко подрумяниться. Если у вас есть режим только вверх, тогда можете поставить в конце на минут 5, чтобы булочки больше подрумянились. Булочки получаются очень классными. Внутри они очень мягкие и нежные, а сверху есть такая слегка похрустывающая корочка. Учитывая, что они так просто и быстро готовятся, это просто замечательный вариант. Даже можно успеть приготовить и утром. И на самом деле они действительно очень вкусные. Обязательно попробуйте приготовить такие булочки, я уверена, что они вам также понравятся. Тем более готовится, как вы увидели, все просто и быстро. На сегодня мы с вами прощаемся и как всегда желаем приятного аппетита. Субтитры сделал DimaTorzok